МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие зрители! Вот мы снова опять встретились с вами в нашей программе «Взрослым о детях». И сегодня мы поговорим о том, как научить ребёнка постоять за себя. Это один из самых животрепещущих вопросов. Волнуют он и мам, и пап, но пап, наверное, всё-таки больше. Жизнь – жестокая штука, говорят мужчины. В ней надо пробиваться с боем, а ты, ты и растишь слюнтяя. Причём нередко по поводу сыновнего слюнтяйства негодуют отцы, которые сами в детстве постоять за себя не умели. Да и во взрослом возрасте не очень-то напоминают Рэмбо или Джеймса Бонда. Ну, хотя это понятно. Всем нам хочется, чтобы дети не повторяли наших ошибок и были счастливее. Но далеко не все дети успешно усваивают уроки самообороны. Многие зажимаются ещё больше, потому что не могут себя преодолеть и одновременно боятся вызвать неудовольствие папы. А поэтому они предпочитают поменьше жаловаться на обидчиков, скрывать свои переживания, перестают доверять родителям, отчуждаются от них. А такое отчуждение, оно порождает ещё большие страхи. Ведь когда ребёнок утрачивает опору в лице взрослых, он ощущает свою полную беззащитность. А если он ещё и от природы несмелый, то страх перед миром может стать паническим. Бывает и другая крайность. Детям, которые привыкли чуть что кидаться на обидчиков с кулаками, бывает трудно ужиться в коллективе. Ну а если родителям всё-таки удастся уговорить администрацию не выгонять ребёнка, вокруг него как бы образуется вакуум. С ним предпочитают не связываться. А ведь чувствовать себя бешеной собакой, которую боятся и ненавидят, уверяю вас, не очень приятно. К школе у ребёнка может сложиться устойчивое убеждение, что кругом одни враги. Ну а это прямой путь к депрессии, которая в подростковом возрасте порой может быть чревата даже самоубийством. Вот мама одного такого ребёнка, Светлана, рассказывала о сыне. Говорила так, Стёпа с детьми играл неплохо, но нам не нравилось, что он больше склонен подчиняться. Вот отберут от него ведёрко. Он стоит, не протестует, попросит машинку, даст. Муж смотрел-смотрел на это, а потом начал его учить. Говорил так, если у тебя что-нибудь отбирают, ты не церемонься, дай разок в нос, и все отстанут. Ну, все действительно отстали. И даже попросили Свету гулять со Стёпой где-нибудь в другом месте. Благо рядом с домом был парк, и места хватало. Но, к счастью, Светлана не стала дожидаться подросткового возраста, а постаралась побыстрее загладить результаты папиной педагогики. Правда, удалось ей это не сразу. Ведь мальчик начал входить во вкус. Ему понравилось, что его все боятся. Спасло положение только то, что по натуре Стёпа был не злобив. А вот представляете, если бы семена упали на более подготовленную почву? Ну, скажем, если бы он был повышенно конкурентен, обидчив, агрессивен. Если об этом размышлять, то мне кажется, важно разделить два момента. Первое – это отношение к ситуации самого ребёнка. И второе – это отношение родителей. И также следует спросить себя, а так ли драматично обстоит дело в глазах вашего сына или дочери? Действительно ли им кажется, что их обижают, унижают, подавляют? Или это вас, в родителях, вдруг всколыхнулись какие-то давние обиды, и вы невольно приписываете детям свои представления о жизни? К сожалению, дело частенько обстоит именно так. Почему к сожалению? Ну, да потому что в детях таким образом закладывается комплекс неполноценности. Не зафиксируйся, взрослый, на какой-то мелкой несправедливости, совершённой по отношению к его ребёнку. Тот, может быть, ничего бы и не заметил. Ну, толкнули, ну, подразнили, там, не приняли в игру, с кем не бывает. Нет, конечно, бывает и настоящее унижение, когда, так сказать, крутые одноклассники или жестокие учителя действительно травят неугодного. Но нередко взрослые на самом деле раздувают из мухи слона, и этим только вредят своему ребёнку. Поскольку вместе с мухой, то есть с пустяковой обидой, раздувается его самолюбие. А раздутое, гипертрофированное самолюбие мешает человеку нормально строить отношения с окружающими. Он во всём выискивает подвох, вспыхивает, как спичка. Ну, понаблюдайте за людьми, которые зафиксированы на отстаивание собственного достоинства. Много ли у них друзей? Любят ли их однокашники, соседи, сослуживцы? Затевают ли с ними какие-нибудь совместные дела? Или вообще-то стараются от них держаться подальше? В крайнем, уже клиническом варианте, такие люди обижены на весь мир. Все вокруг плохие, только они одни хорошие. Обида вообще очень плохое, очень вредное чувство. Она разъедает душу, пробуждает в ней злость, зависть, ненависть. Вы можете себе представить обиженным, ну, например, преподобного Сергия Радонежского или любого другого святого? А разве их никогда не обижали? Наоборот, обижали еще как. А многих даже замучили до смерти. Неужели святые не обижались, потому что у них не было чувства собственного достоинства? И их можно было заставить как угодно унизиться, полностью покориться чужой воле. Но тогда, если это было бы так, почему их не могли заставить воровать, убивать, развратничать, поклоняться чужим богам? Даже просто снять кресты то заставить не могли. Значит, можно в каких-то случаях не отвечать ударом на удар и при этом не быть трусом. Наша культура, которая насквозь, хотим мы этого или не хотим, проникнута православным духом, учит нас прощать личные обиды, но при этом не бояться вставать на защиту других. Ну, конечно, нельзя требовать от обычного человека и тем более от ребенка стойкости святых и героев. Но если не настраивать детей на благородную волну, из них не удастся воспитать по-настоящему смелых людей. Я хочу обратить внимание ваше на слова и образы, которыми мы, взрослые, пользуемся в общении с ребенком. Для нормального развития ребенку совершенно необходимо верить, что мир добр. Да, конечно, в нем могут встречаться отдельные вкрапления зла. Но именно вкрапления – редкие и непременно побеждаемые добром. Иначе страх парализует ребенка. Он тормозит его интеллектуальное и эмоциональное развитие. Недаром даже дети, которые пережили сущи ад, войну, стихийное бедствие, утрату близких, подсознательно стремятся забыть, вытеснить кошмарные переживания. И действительно, очень многое со временем забывают, переключаясь на более радостные, светлые впечатления. Потому что иначе у них не будет сил жить и взрослеть. А тут не кто-нибудь, а собственные родители, чье слово весят, для маленького ребенка гораздо больше слов всех остальных людей, выбивают у него опору, подрывают его представление о доброте, справедливости окружающего мира. Вместо того, чтобы ну просто защитить сына от обидчиков, отец, с одной стороны, нагнетает в нем страхи, говоря о жестокости мира, а с другой, лишает малыша самоуважения, называет его слюнтяем. Ну и после этого, ну как-то, честно говоря, наивно ждать каких-либо положительных сдвигов в поведении робкого ребенка. Поэтому, пока дети не могут себя сами защитить, пока они еще маленькие, их нужно защищать. Нужно защищать обязательно. Ну, конечно, не стоит уподобляться склочникам, которые по любому поводу бегут качать права в школу, садик, во двор. Но оставлять ребенка беззащитным да еще и попрекать его тем, что он не может постоять за себя. Взрослые, на мой взгляд, просто не имеют права, ведь это самое натуральное предательство. Поверьте, если бы ребенок мог расправиться с обидчиками, без посторонних, он бы с удовольствием это сделал. Никому не хочется чувствовать себя слабаком и трусом. Как только он соберется с силами, ваша помощь станет ему не нужна. А пока этого не произошло, долг родителей обеспечивать ему надежную защиту. Ну, в конце концов, мы ведь тоже далеко не всегда справляемся со своими обидчиками сами. В каких-то случаях приходится прибегнуть к помощи милиции. Ну, вот, как бы вы посмотрели на милиционеров, вы приходите, просите защитить вас от бандитов, а вам отвечают, а кулаки-то у вас на что? Сами защищайтесь, как можете. Человек должен уметь за себя постоять. Вы думаете, что неправомерно сравнивать маленьких хулиганчиков с большими? Ну, ваш-то ребенок тоже маленький. И для него Петька с Колькой, которые терроризируют двор или группу в садике, такие же страшные, как для вас настоящие террористы. Но все равно остается вопрос, как же все-таки побороть страх перед обидчиками? Ведь одно дело, когда человек не дает сдачи из благородства, а другое, когда он просто трусит. Ну, трусит, конечно, ее надо преодолевать. Мой опыт общения с детьми показывает, что страх преодолевается легче, если ребенок дает отпор врагу не ради себя самого, а защищая кого-то слабого. Это более действенный стимул, поскольку чувство сострадания заглушает страх. Ребенок отвлекается от своих переживаний, и ему становится легче преодолеть себя. Работая по нашей методике, мы сначала даем детям возможность пережить победу над обидчиком в театральных этюдах. Проигрывая их, ребенок учится оказывать сопротивление нападающим. И эта мысленная тренировка затем очень помогает ему в жизни. Но чаще, повторяю, он защищает в этюдах не самого себя, а какого-нибудь малыша, новенького, который пришел в детский сад или в школу, или девочку, которую обижают озорные мальчишки. Однако затем мы все равно выводим ребенка на мирное разрешение конфликта. Ну, стараемся постепенно пробудить в нем симпатию, интересы, главное, жалость к противнику. Жалость вообще самое надежное оружие в борьбе со страхом. Ведь невозможно бояться тех, кого ты жалеешь. Для того, чтобы пожалеть, надо почувствовать себя очень сильным. Люди жалеют только более слабых, более уязвимых. Именно поэтому нам порой бывает так трудно пожалеть и простить своих родителей. Даже старенькие и немощные, они по-прежнему имеют над нами власть, кажутся нам сильнее нас. Именно поэтому Христос жалел всех, даже тех, кто его распинал. Он был духовно самым сильным, человеком на земле, Бога человеком. Так что, если вы хотите, чтобы ребенок умел давать отпор обидчикам, развивайте в нем чувство сострадания. Это гораздо важнее, чем учить его чуть что сразу бить промеж глаз. Ну, хотя приемы борьбы тоже не мешают освоить, но только недошкалятам. Все равно они еще не способны к настоящей самообороне. И занятие ушу и прочими единоборствами может подогреть в них агрессивность. А вот в подростковом возрасте это уже насущная необходимость. Действительно, мало ли, в какую переделку может попасть парень. Мы же не будем водить его всю жизнь за руку. И вот тут-то, по-моему, наблюдается сильный перекос. Детской самообороны больше всего озабочены родители дошкольников и младших школьников. А к старшему школьному возрасту острота проблемы вроде бы сглаживается. Ребята мало-помалу отучаются решать споры кулаками, обиженные перестают жаловаться, и родителям кажется, что все утряслось. Но в действительности коллизия углубляется. Именно в подростковом возрасте, когда ребенок психологически дозревает до преодоления своей трусости и даже часто жаждет испытать себя, доказать всем, что он не слабак, взрослые начинают усиленно сеять в нем страхи, запугивая его армии. И в результате многие парни боятся ее как огня. Наркоманами стать не боятся, и бывает становятся, а попасть в армию боятся, хотя наркоманов погибает гораздо больше, чем солдат. Получается, что в том возрасте, когда многие дети еще физически и психологически не способны себя защитить, мы их не защищаем. Говорим, что они должны это делать сами. А когда они становятся готовы к самостоятельным действиям, мы снова лишаем их способности к сопротивлению, не даем необходимых умений и навыков. Но как можно серьезно говорить о том, что юноша способен постоять за себя, если он даже не умеет стрелять. Ведь взрослая жизнь порой и впрямь бывает жестокой. Это же не детский сад, где отделаешься максимум парой синяков. Вот мой отец вспоминал, как они с мамой в юности были в почвенной экспедиции в Туве. Они почвоведы у меня. и это было место, куда в большом количестве ссылали зэков. И вот однажды возле дома, где они жили, раздался подозрительный шум. Папа выглянул в окно и увидел несколько человек. Но их внешность повадки явно не предвещали ничего хорошего. До него донеслись какие-то обрывки фраз, которые подтвердили его подозрения. бывшие зэки решили ограбить москвичей и рассчитывали, что те отпоры им не дадут. Папа рассказывал, что их было человек семь, а он был один, остальные женщины. Но что мне оставалось делать, сказал отец. Я схватил ружье, которое висело на стене, выбежал на крыльцо и выстрелил в воздух. Ну и этих любителей чужого добра, как ветром сдуло. Второго залпа они предпочли не дожидаться. Я не знаю, может кто-то конечно думает, что у нас сейчас обстановка спокойнее, чем в середине пятидесятых. А ведь для того, чтобы выскочить на крыльцо с ружьем, нужно как минимум знать, где у ружья курок. И знать не понаслышке, не в компьютерном варианте. Ну и конечно руки не должны дрожать от страха. Так что я вам советую обращать внимание на тему защиты не только себя, а близких прежде всего уже ближе к подростковому возрасту, когда у ребенка появляется необходимый ресурс для этого. Ну а сейчас вторая часть нашей программы Блиц-педагогика. Моя дочь воспитывает своего сына одна. И внук сильно к ней привязан. Ходит по пятам даже на кухне. Она к плите, он за ней. Она к столу, он топает за мамой. Я переживаю, что сделать, чтобы не вырос маминкин сынок. Ну так бывает, что повышенная привязанность, вот особенно в неполных семьях. так что в принципе в пять лет ребенок очень еще нередко бывает привязан. Может быть дочь не так уж часто с ним бывает. А если она фактически неотлучна, воспитывает его, а он как-то ее не оставляет, это может свидетельствовать конечно повышенной тревожности ребенка. Поэтому тут надо проанализировать какие обстоятельства его окружают, нет ли у него каких-то страхов. Ну и как вот мы советовали по работе со страхами стараться подкреплять в нем смелость, самостоятельность. Если там она чем-то занимается, предположим, чтобы он не просто был как-то к ней привязан и как хвостик за ней ходил, а увлекать его в какие-то дела, чтобы другая у него была в этом роль как помощника, и можно какие-то давать еще задания, чтобы он потихонечку как бы отодвигался. Там пойди вот туда-то, отнеси это, там найди там что-то для меня, вот для нашего там на кухне там предположим она чем-то занята, вот нужно что-то еще принести, ну вот в таком направлении двигаться. Вот, и часто бывает так, что дети чувствуют, когда мама устала, маме хочется отдохнуть, как бы, ну, грубо говоря, отвязаться от ребенка, ребенок это чувствует без всяких слов, и начинает тогда вести себя наоборот навязчиво, потому что он очень нервничает. Вот надо за собой тоже последить, нет ли такого какого-то внутреннего раздражения, которое может не выплескиваться, но оно существует, и постараться его преодолеть, сказать себе, что не будет он хвостом ходить всю жизнь, что может быть это лучшие моменты в ее жизни, когда ребенок так в ней нуждается, одно это время пройдет. Такой вопрос. Как вы относитесь к теории, что девочки часто повторяют судьбу матери? Ну, в этой теории есть, конечно, здравое зерно, в том смысле, что девочка во многом повторяет модели поведения мамы, которые она видит с детства и на бессознательном уровне их воспринимает. Но когда человек вырастает, он, во-первых, очень многие вещи может осмыслить и может уже сознательно от чего-то отказаться, а что-то наоборот воспринять. И человек не запрограммирован вот с такой какой-то безусловной неотвратимостью, что если там у мамы была такая судьба, у девочки будет то же самое. Во многом зависит от того, какие поступки девочка будет совершать, каких людей она будет выбирать. Так что дурной бесконечности здесь может и не быть. Подскажите, спрашивают, как помочь 30-летней женщине, которая рассказывает, что недополучила любви родителей, и теперь вся ее жизнь одна сплошная цель быть любимой. Она сильно страдает, ища и вновь не находя той большой любви, которую хочет. Ну, вы знаете, так можно не найти до конца своих дней, поэтому лучше не фиксироваться вот на этих невротических, я бы сказала, уже переживаниях и претензиях. Ведь она же хочет получать, а не давать. И когда человек вот так эгоистически на самом деле относится к жизни и к окружающим людям, то эгоистам всего бывает мало. То одно не устраивает, то другое. Поэтому мне кажется, что очень важно постараться отвлечься от этих своих переживаний и заняться чем-то другим, где она могла бы отдавать. Ну, и просить Бога, если она хочет встретить настоящую любовь, то Бога надо просить, и Бог даст. Только надо это вовремя распознать, заметить и понять, что это и есть та любовь, которая нужна. Наступило время прощания. Я вам желаю всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова